Научить тренеров, чтобы они научились всех, как оказывать первую помощь. В этом суть нового федерального проекта, реализация которого началась с нашего региона. На неделе своими практическими умениями в этой области делился Дмитрий Хубезов, депутат Госдумы России, который ушел добровольцем на СВО. С практического занятия репортаж Светлана Лашина и Евгения Фролкина. Депутат Госдумы, главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России Дмитрий Хубезов показывает, как наложить турникет. Говорит со знанием дела, он добровольцем отправился в зону СВО, чтобы спасать и лечить. Делится полевым опытом. Вот в таком положении здесь его зажимаете, но мужчинам, у кого есть тактический живот, еще удобнее. У кого нет, чуть-чуть его надо выпустить. Ну, соответственно, действуете, чтобы она чуть-чуть не прямая была, а чуть-чуть провисала согнутая. В таком положении накладываете на руку. Каждый раз буквально пошаговая инструкция об учении оказанию первой помощи – стратегический вопрос для страны, считает Дмитрий Хубезов. Первая помощь, но мы должны дать возможность нашим медикам спасти жизни пострадавших. И это уже даже не золотой час, а это платиновый, даже бриллиантовый называют пять минут. С момента получения травмы до того момента, когда приедут наши медики. Если в эти пять минут помощь ближней, кто придет, ему окажет правильно, то он будет жить. Это и есть основная идея пилотного проекта, который запустили в Мордовии – научить оказывать первую помощь как можно большее число людей. На этом обучении 40 человек. Они и сами во многом эксперты – медики, силовики, сотрудники МЧС. Здесь большинство медики – работники скорой помощи. Тут еще сложно сказать, кто кого здесь больше чему научит. Они учатся у меня, я учусь у них, мы обмениваемся опытом. А вот для Руслана Бедреддинова и Евгения Савина эти занятия – необычный опыт. Работают в полиции, говорят, не совсем их профиль, но все же полезно. Отрабатывают практику друг на друге. Ситуации в жизни разные бывают. Вдруг куда-то отправят, придется помогать людям, научиться защитить себя и близких. Вы так же потерпевшего. Да, мне больно. Дмитрий Хубезов рассказывает в деталях, как проводить манипуляции, как действовать в самых разных ситуациях, в какие минуты нужно уложиться, чтобы спасти человеку жизнь, и даже какие ощущения должны быть у раненого. Пробуем на себе. Мастер-класс от главврача 3-й городской больницы Алексея Алагулова. Накладываем турникет. Накладываются закрочащие сроки. Первым туром фиксируем. И воротком начинаем закручивать. Появляется неприятное ощущение в нижней конечности. Снижается кровоток. Какое ощущение? Не зря говорят, что должно быть немного больно. Мне немного больно. Спасибо за спасение. 30 секунд, кратчание остановлено. Всего 30 секунд, которые могут спасти жизнь в критической ситуации. Учат, как оказывать помощь в первую очередь себе, чтобы потом помочь другим. Алексей Алагулов показывает, как наложить турникет на собственную руку. Скажите, легче кому-то оказывать помощь или себе? Сложный вопрос. Наверное, тяжелее самому. Здесь на практике мы применяем эти условия, наверное, в жизненной ситуации. Это всегда будет сопровождаться болью, стрессом, отсутствием движения в конечности, отсутствием свободы передвижения. Поэтому, я думаю, наверное, тяжелее самому. Проект по обучению, оказанию первой, еще до врачебной помощи – история важная, считают медики и спасатели. Количество тех, кого можно было бы спасти, окажись рядом человек, который знает, как правильно наложить жгут или провести сердечно-легочную реанимацию, сопоставимо с числом людей, которые умирают каждый год от рака. Эти 40 человек, обучившись, станут мастер-тренерами. Это основная точка приложения нашей. Мы готовим инструкторов, которые дальше будут уже обучать других. Это акценты на предприятия, это, конечно, школы, это работники торговых центров, то есть те кафе общепита, то есть те, которые постоянно находятся с контактами с людьми, где массовый поток людей, которые чаще всего и оказываются рядом с теми, кто, ну не знаю, острая сердечная смерть, там, подавился человек, просто плохо стало, там, оказать помощь. И вот эта цепочка, как бы, до медиков, в общем, дать возможность медикам спасти. На деле должна получиться и своеобразная пирамида. Эти мастер-тренеры будут, в свою очередь, обучать тренеров следующего уровня. А они уже отправятся в народ, в школы, в вузы, на предприятия. Проект пилотный, но есть интересные задумки. Например, в будущем выдавать заведением общепита, по аналогии с «Ревизоро». Наклейку «Здесь 100% сотрудников умеют оказывать первую помощь», чтобы каждый посетитель был уверен, что в случае необходимости его спасут. Светлана Лашина, Евгений Фролкин, программа «В центре внимания».